Здравствуйте, дорогие зрители! Есть один синдром с необычным названием синдром беспокойных ног. Он говорит сам за себя, то есть человеку доставляют беспокойство его ноги. Меня зовут Ольга Лисенкова, я практикующий врач-невролог. Пациенты с синдромом беспокойных ног жалуются на то, что у них возникают императивные желания двигать ногами. То есть возникает ощущение неприятное, тяжести, неловкости в ногах, ощущение мурашек или как будто бы они затекли. И если пошевелить, переложить ноги, становится комфортнее. Эти симптомы усиливаются в покое, то есть в положении сидя и в положении лежа. А также усиление симптомов характерно к вечеру и в ночное время. В результате синдром беспокойных ног мешает людям заснуть. Они крутятся в постели, пытаются как-то с ногами договориться, пристроить их, положить. И с трудом засыпают. До врача обычно пациенты добираются, когда синдром беспокойных ног уже настолько выраженный, что существенно нарушен сон. Какие причины могут быть для возникновения таких симптомов? На самом деле их очень много. К синдрому беспокойных ног может привести анемия, связанная с дефицитом железа, с дефицитом витамина В12, фолиевой кислоты. Особенно если это заболевание длится давно, много лет. Я в своей практике чаще всего встречала пациенток с синдромом беспокойных ног на фоне хронической многолетной железодефицитной анемии, которую пациенты даже лечат, но бывает так, что не очень успешно, и в какой-то момент это приводит к развитию таких жалоб. Помимо нехватки В12 железа и фолиевой кислоты, к такому состоянию могут приводить полиневропатии различные, в том числе на фоне сахарного диабета, на фоне гипотириоза. Также такой синдром возможен при заболеваниях легких, особенно при хронической обструктивной болезни легких с дыхательной недостаточностью. То есть тоже нужен определенный стаж болезни. При тяжелых заболеваниях почек с почечной недостаточностью, при болезни Паркинсона возможен такой синдром. Что касаемо паркинсонизма, то здесь с одной стороны сама по себе болезнь может спровоцировать возникновение синдрома беспокойных ног. С другой стороны этому способствуют препараты, которые используют для лечения болезни Паркинсона. Некоторые злокачественные новообразования могут давать такой синдром. Часть ревматических или ревматологических заболеваний, которые проявляются системным воспалением. Также синдром беспокойных ног описан при синдроме Шегрена. Синдром Шегрена относится к аутоиммунным заболеваниям, при котором повреждаются железы. Слезные, слюнные, сальные, потовые и пищеварительные железы. Описан синдром беспокойных ног и при рассеянном склерозе, а также на фоне беременности. Ну, что касаемо беременности, скорее всего, это в рамках железодефицитной анемии, которая очень ярко может проявить себя именно в период вынашивания ребенка. Как мы видим, причины для этого синдрома самые разные. Соответственно, лечение, оно будет зависеть от того, какие причины будут найдены. Если синдром связан с анемией, с дефицитом железа, либо В12, или фолиевой кислоты, восполняем эти дефициты, лечим анемию. Если связано с заболеваниями легких или почек, соответственно, в первую очередь, коррекция этих заболеваний. В случае с болезнью Паркинсона, с развитием этого синдрома на фоне полиневропатии различных, может быть использован препарат Промипексол. Обычно он назначается короткими курсами, по 2-3 недели, и приводит к стиханию данных жалоб. Для диагностики данного синдрома используются дополнительные инструментальные методы. Это может быть электронейромиография для выявления полиневропатии, различные лабораторные тесты для выявления дефицита или недостатка каких-то веществ, для выявления нарушений работы внутренних органов. Это все анализирует врач и делает вывод, как быть дальше. При очень тяжелых проявлениях могут быть использованы препараты с группой антиконвульсантов. Это габапентин и прегабалин. Полиневропатия, как одна из причин развития синдрома беспокойных ног, требует отдельного внимания. Если для вас это актуально, предлагаю посмотреть отдельный видеоролик на тему полиневропатии. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Надеюсь, информация была для вас полезной, интересной. Буду рада вашим вопросам, комментариям. Спасибо за оценки, мне нравится. Особенная благодарность тем, кто нажимает на кнопку поделиться. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!